МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Главные цифры лета. Владимир Путин увеличил пенсии и мрота, а депутаты Рязанской гордумы сумму на благоустройство детских площадок. Все те же грабли. В Рязани вновь активизировались телефонные мошенники. Кафедральные соборы-мещеры в музее-усадьбе Пожалостина в Солочи по-своему отмечает 130-летие со дня рождения Константина Паустовского. С 1 июля в России на 10% возрастут прожиточный минимум и величина минимального размера оплаты труда. Такое поручение федеральному Кабмину сделал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан. Кроме того, повышение коснется и неработающих пенсионеров. Выплаты они могут получить уже с 3 июня. Сегодня хочу объявить об этом. Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего закона, с учетом законодательства. Напомню, с 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост, который, как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас 0,175 рост инфляции. И по итогам 2022 года, на всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%. Свои цифры звучали сегодня на заседании Рязанской городской думы. На ремонт детских площадок, например, в этом году потратят 10 миллионов рублей. Кроме того, народные избранники изменили правила благоустройства города и поинтересовались дальнейшей судьбой переданных области объектов. Работа всегда должна быть построена так, чтобы в ее центре находился человек. С этого посыла началось знакомство в Рио губернатора Павла Малкова с депутатами Рязанской городской думы. Руководитель региона призвал народных избранников работать вместе. К сожалению, в Рязани поступает достаточно большое количество жалоб. Это надо признать честно. И я вот вместе с вами хочу разобраться в причинах этих жалоб. Мне нужна информация и нам нужно совместно с вами разбираться по каждому случаю. Знаю, что депутаты активно занимаются решением проблем жителей в своих округах. И не мне вам рассказывать, что необходимо повышать и качество, и условия медицинского обслуживания. И хватает дошкольных учреждений. Немало школьных зданий требует ремонта. Пусть для депутатов речь Павла Малкова и звучала как секрет Полишинеля, но качество своей работы они решили обозначить цифрами за прошлый год. В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе комплексно отремонтировано 9 дворовых территорий и проездов к ним. Кроме того, по поручению губернатора в Рязани дополнительно направлено 100 миллионов рублей на ремонт 65 дворов. 10 миллионов по инициативе народных избранников направят на благоустройство детских площадок в этом году. Впрочем, были и цифры, которые депутатам не понравились. Они припомнили отчуждение в пользу области городского кинотеатра «Родина» и хлебозавода номер один. Со сменой губернатора вопрос дальнейшего использования площадей завис в воздухе. На создание патриотического центра в Родине, напомню, власти рассчитывали потратить что-то около 5 миллионов рублей. А еще депутаты изменили правила благоустройства. Это касается открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца. Теперь они вне закона. Танцующий фонтан к танцам готов. Сотрудники ДБГ очистили систему популярной городской достопримечательности после зимней консервации. И уже в пятницу вечером перед Дворцом торжеств можно будет увидеть светомузыкальное водное шоу. Марина Романюк изучила все изнутри и снаружи. С момента открытия фонтан на Московском полюбился рязанцам. Вечерами это одно из мест притяжения для семейных прогулок и теплых встреч. К тому же они возбраняются бегать между струями, что вызывает у детей настоящий восторг. По правде говоря, не только у детей. Уход за таким фонтаном чуть сложнее, чем за обычным. Проводится тщательно и регулярно. К сожалению, к месту радости и красоты рязанцы относятся не очень бережно. Чистим камни, мусор, бросают дети, взрослые, алкаши. Тут все бросают девушки. И камни, и мусор, бутылки даже. Чем это может закончиться, если не чистить? Это очень серьезная тема. Тут закончатся, могут забиться фильтры. Видите, вот с деревьев летит мусор. Все мы убираем своевременно. В сезон работы ведутся регулярно, раз в неделю. Скорее для профилактики. А вот после зимы чистить приходится особенно тщательно. За несколько месяцев простое. Фонтан требует генеральной уборки. Помывка фонтана, чаша фонтана, чистка фильтров, настройка форсунок. На обслуживание фонтана уходит где-то 5-6 человек. Специстехники у нас, помывочная машина, ну и спецсредства. После очищения систему заполнят водой и уже в пятницу вечером запустят. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на воду. Водные композиции формируются более чем 160 струями. Он может работать в пяти разных режимах, демонстрировать водные фигуры с изменением наклона струй и использованием более 15 различных мелодий. Такие фонтаны, кроме нашего города, есть в Петергофе, Владимире, Ярославле, Калининграде, Воронеже и Саратове. Мэрия города просит бережнее относиться к оборудованию фонтана, не вставать на струи воды и не перекрывать их во избежание поломки. В рязанских парках и скверах началась антиклещевая обработка. В этом году охват территории превысит 136 гектаров. Об этом информирует пресс-служба городадминистрации. Валерий Седов все посчитал. С 23 мая рязанские парки и скверы утром закрыты. В них началась окорицидная обработка от клещей. Работы ведут в утренние часы. С рассветом в 4 часа утра работают в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени Гагарина, парке морской славы, парке советско-польского братства по оружию, комсомольском парке, лесопарке. Спецсредства распыляют на землю траву и кустарник. Последние несколько лет обрабатывали российским препаратом высокой эффективности. Остаточные его действия от 1 до 1,5 месяцев. Препарат, кстати, на масляной основе. То есть у него высокая прилипаемость и никаким дождем его не смыть. На время работ вход в парк будет закрыт. Хотя используемое средство для теплокровных не опасно, хождение людей во время работ не рекомендуется. Зато уже через час парк можно посещать. Эффективность обработки обычно проверяют через 3 дня после нанесения. Сделают это те же сотрудники. Но даже после окорицидной обработки не стоит пренебрегать элементарными правилами защиты от клещей. Длинные штаны, носки и закрытая обувь. Все это следует надевать в походах по лиственным и смешанным лесам. Мещера – остаток лесного океана. Мещерские леса величественны, как кафедральные соборы. Так в знаменитой поезде писал Константин Паустовский о рязанских лесах. Рожденный в Москве, писатель полюбил природу мещеры и много лет жил в Солочи. Потому его имя неразрывно связано с рязанской землей. В этом году юбилей Паустовского – 130 лет со дня рождения. Череда посвященных дате мероприятий стартовала в музее-усадьбе. Пожалуйста, Солочи. Знакомство Паустовского с Мещерой состоялось еще в 1930 году. По словам писателя, здесь он нашел, цитата, «самое большое, простое и бесхитростное счастье». Часто и подолгу писатель останавливался в доме академика Пожалуйстана у его престарелых дочерей. Здесь рождались многие его произведения. Рассказы мещерского цикла вошли в сборник «Летние дни». А повесть «Мещерская сторона» стала одним из известнейших произведений автора. Мы, рязанцы, очень гордимся. Что имя Константин Георгиевича Паустовского связано с нашим Рязанским краем. Я считаю, что два человека воспели красоты нашего Рязанского края. Сергей Есенец в стихах и Константин Георгиевич Паустовский в просьбе. Знакомство с Мещерой – знаковый период в творчестве писателя. С этих пор тема природы в его произведениях становится многозначной, тяготеет к символу Родины. Образ родной земли складывается из узнаваемых простых примет действительности, не броской на первый взгляд прелести природы средней полосы, красоты и чистоты русского языка, типажей и характеров, не утерявших связь с историческим прошлым страны. На идейном уровне повесть о движении человека к духовной опоре, счастью, источнику вдохновения. Выставка, представленная Московским музеем имени Константина Паустовского, – это краткий экскурс по главам повести. Мы начали мероприятие уже с самого начала, с января месяца. Это были конкурсы детские по произведениям Константина Паустовского. Это были внеклассные чтения с детьми как раз детских произведений, очень много интересных. Тот самый кот Варюга, резиновая лодка и заячьи лапы. Они продолжаются и пока еще не закончился учебный год. А вот сегодня, 26 мая, у нас открывается знаковое такое мероприятие большое. Сегодня же презентовали карту путеводитель Паустовский в Рязани. Здесь обозначены основные места, с которыми связано имя писателя. У нас уже карты были посвящены Есенину, Солковскому, Великой Отечественной войне на карте нашего города. И вот сегодня с печати вышла карта, прям свеженькая, это Константин Юрьевич Паустовский в Рязани. Вот здесь на этой карте представлены все объекты, которые связаны с именем Паустовский. Впереди еще немало посвященных праздничной дате мероприятий. Среди них подведение итогов детского конкурса, экскурсии. Тропой Паустовского сегодня называют туристический маршрут, который ведет через луга, к ближним озерам, где писатели и его друзья любили рыбачить и гулять. Первая экскурсия в этом сезоне состоится в день рождения писателя, 31 мая. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязани вновь активизировались телефонные мошенники. Теперь к ним подключились еще и злоумышленники сети интернет. Да, и работают пуще прежнего, лишили рязанцев кругленькой суммы. А вот схема работы старая. Город Скопин, Рязанская область. 23-летняя девушка после разговора по телефону перевела мошенникам 77 тысяч рублей. Для мошенников это, кстати, стало самыми мелкими дивидендами за день. А это уже Рязань. Здесь воспитательница школы-интерната в одночасье лишилась почти 800 тысяч рублей. Идем по нарастающей. 63-летняя рязанка осознанным нажатием на пару кнопок перевела неизвестным полтора миллиона рублей. Все это по-прежнему новости одного дня. Полиция зарегистрировала 7 фактов мошенничества. Добавьте к уже озвученным эпизодам историю 45-летней медсестры. Она потеряла больше 2,5 миллионов. Однако джекпот мошенники сорвали с рязанского токаря 39 лет. Он перевел им больше 3 миллионов рублей. Самый распространенный способ хищения денег путем обмана – это схема «Вам звонит специалист службы безопасности банка» или правоохранительных органов. Злоумышленники сообщают о проблеме на счете, просят снять с него сбережения, взять кредит и перевести все деньги на так называемый резервный счет, который впоследствии обнуляется. По такой схеме за одни только сутки зарегистрировано 7 фактов мобильного мошенничества. Только вдумайтесь, резанцы перевели на счета злоумышленников больше 8,5 миллионов рублей. И это при повсеместной информационной кампании от МВД. Важно помнить, что сотрудники служб безопасности банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счетами. Никогда не передавайте свои персональные данные, в том числе пароли и кодовые слова, банковских счетов и карт. В полиции возбуждены уголовные дела сразу по трем частям 159-й – мошенничество. Если телефонных злодеев поймают, им грозит до 10 лет лишения свободы. Еще больше новостей на нашем сайте www.egoros62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok